Здравствуйте друзья! Спутник СССР с атомным двигателем упал на Канаду Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Михаил Котов 24 января 1978 года советский спутник с работающим ядерным реактором на борту упал на территории Канады. Как так получилось и может ли такое повториться, разбирался журналист Михаил Котов. Сегодня нам предстоит вспомнить произошедшее много лет назад крушение советского спутника с ядерным реактором на борту, которое привело к заражению территорий Канады и при этом лишь чудом удалось избежать человеческих жертв. Не устраивать ядерных взрывов в космосе человечество договорилось достаточно давно. Уже 5 августа 1963 года в Москве был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Он также известен как Московский договор. С тех пор ядерные бомбы в космос не запускала ни одна страна. Наверное, оно и к лучшему. Однако этот запрет никак не помешал советскому спутнику с ядерной установкой Космос-954 упасть из космоса на территорию мирно спящей Канады 24 января 1978 года. Впрочем, обо всем по порядку. Обычно электричество в космосе получают при помощи солнечных батарей. Это долго, медленно, но зато очень экологично. У этого способа есть много противопоказаний. На некоторых видах орбит космический аппарат подолгу находится в тени планеты, и Солнце не видит. Кроме того, солнечные батареи очень громоздкие, долго раскрываются и имеют ограниченный срок работы. Второй вариант получения энергии в космосе — это ретеги, или радиоизотопные источники получения электроэнергии. Тут конструкция еще проще. Берем радиоактивный химический элемент с периодом полураспада в несколько лет, оборачиваем его в надежный свинцовый корпус и получаем источник выделения тепла, работающий, работающий и работающий. При необходимости тепло можно переводить в энергию. В некоторых моих видео, особенно про атомные бомбардировки в старинные года, многие в комментариях возмущались, а как же период полураспада, ведь это же тысячи и миллионы лет, будет радиоактивное заражение и так далее. Ну так вот, знайте, что есть радиоактивные элементы с периодом полураспада несколько лет, а то и несколько часов. Поэтому ядерные бомбардировки в старинные года очень даже могли существовать. Но вернемся к нашему спутнику. Конечно, и у ретегов есть свои проблемы. Они не сверхмощные, регулировать работу выделения тепла нельзя. Зато этот источник не зависит от Солнца, поэтому именно с их помощью работает большинство космических аппаратов, изучающих глубокий космос. А если энергии надо много и сразу? Конструкторы прикинули палец к носу и еще на заре космонавтики предложили комплектовать космические аппараты небольшими ядерными реакторами. Места занимают мало, энергии дают много, можно регулировать выделение тепла. Первыми опробовали реактор в космосе американцы. Снэп-10А был установлен на борту аппарата «Снэпшот» массой 440 кг, запущенного 3 апреля 1965 года. Сорок с лишним дней реактор проработал отлично. Затем на космическом аппарате запустили прототип ионного двигателя. Электросистему закоротило, и реактор от греха подальше пришлось заглушить. Однако эксперимент был признан удачным. Джин вырвался из бутылки и комплектовать военные спутники ядерными реакторами стало хорошим тоном. Одними из лучших космических аппаратов для активной разведки в 70-х годах прошлого века считались российские спутники-разведчики МКРЦ «Легенда». Они имели активную радарную установку, а значит, должны были действовать на максимально низкой орбите, поближе к наблюдаемому противнику. Увы, но низкая орбита высотой в 270 км не дает возможности использовать для энергообеспечения солнечной батареи. Аппарат слишком много времени проводит в тени и не работает. Именно поэтому «Легенда» получила ядерную силовую установку. Сам спутник весил почти 4 тонны, поэтому 1200 кг на реактор было не так уж и много. Комплектовались эти спутники реактором БС-5 «БУК», специально разработанным для этих целей. Со стороны радара реактор экранировался, со всех остальных сторон – нет. Соответственно, и фонила эта легенда нещадно. Есть мнение, что для военных советская оборонка выдавала исключительно прекрасные и работающие без сбоев и проблем изделия. Увы, это совсем не так. Изначально «БУК» были очень сложными и проблемными в использовании силовыми установками. Первый же выведенный на орбиту в 1969 году реактор космического аппарата «Космос-367» уже на втором витке получил расплав активной зоны и был спешно выведен на орбиту захоронения. Кстати, о захоронении. Советские конструкторы придумали красивый метод, позволяющий изящно переложить проблемы ядерных реакторов на плечи будущих поколений. В случае проблем или после окончания работы спутник делился на две части. Та, где находился ядерный реактор, выводилась на высокую орбиту в 750 тысяч километров, чтобы там летать и фонить. Предполагается, что на решение проблем захоронения таким методом реакторов у человечества есть еще лет 250. Потом они начнут спускаться и падать обратно на Землю. В 1973 году прозвенел еще один звоночек. Из-за аварии ракеты-носителя очередной космический аппарат не был выведен на требуемую орбиту, а спутник с ядерной силовой установкой, реактор который находился в глубоко подкритичном состоянии, упал в Тихий океан. Ничего, Тихий океан большой, а ядерного взрыва не случилось, поэтому программа военно-морских спутников была продолжена. Всего запустили более 30 аппаратов серии «Легенда». При этом штатно закончившихся полетов было всего около половины. Наиболее серьезное ЧП произошло 24 января 1978 года. Космический аппарат «Космос-954», запущенный в сентябре 1977 года с Байконура, уже через месяц перестал откликаться на команды с Земли. Причина этого так и осталась неизвестной. Вероятнее всего произошел сбой корректирующего двигателя. На все просьбы уйти на орбиту захоронения спутник отвечал молчаливым и решительным отказом. Под воздействием бессердечной гравитации «Космос-954» спускался все ниже и ниже, где его стала тормозить атмосфера Земли. Спутник закрутило, он начал резко снижаться. 24 января космический аппарат с работающим ядерным реактором на борту вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, частично сгорев над северо-западными районами Канады. Американская система слежения «Нарад» наблюдала за приближающимся к Земле спутником уже с ноября 1977 года. Американцы были в курсе падения аппарата и наличия на его борту ядерного реактора, а потому прозвали летящий к ним «Космос-954» русской ядерной рулеткой и приготовились к крушению. 24 января станции слежения потеряли космический аппарат из виду. Практически сразу начали поступать сообщения из различных мест об огненном шаре, прочертившем небо над канадскими северными территориями. Американцы предложили помощь канадцам, и те ее приняли. Операция по определению последствий и их ликвидации получила название «Утренний свет». В воздух были подняты военные самолеты и вертолеты. Первой задачей ставилось обнаружить куски фонящего реактора. Второй — попытаться захоронить их по-человечески. Уже на второй день поисков были найдены первые следы. Всего же поисковым партиям на севере Канады удалось найти более ста фрагментов в виде стержня, дисков, трубок и более мелких деталей. Всего 65 килограммов из 3100 изначально. Часть деталей фонила знатно — до 200 рентген в час. Что и логично — все-таки нормальный реактор, пусть и маленький, прилетел с небес. Всего на полеты, поиски и захоронения обе страны спустили около 14 миллионов долларов. Что по тем временам было очень немало. СССР был выставлен в счет — в 6 миллионов долларов. По другим данным, сумма компенсации варьируется от 3 до 7,5 миллионов. Торговаться советские чиновники умели, а потому в итоге все ограничилось минимальной из выдвинутых сумм — 3 миллиона долларов. СССР сделал трехлетнюю паузу в запуске подобных космических аппаратов, а также серьезно усовершенствовал систему радиационной безопасности спутника. В случае опасности специальный механизм принудительно выбрасывал все стержни из реакторной зоны. В тот раз человечеству повезло, что спутник упал над безлюдными и пустыми территориями. Случить такое падение над крупным городом все было бы гораздо серьезнее. Пока же мы следим за постепенно приближающимся к Земле различным космическим мусором и устаревшими спутниками и надеемся, что пронесет и в этот раз. Всем удачи и не забывайте посматривать на небо. Очень хочется, чтобы человечество наконец-то перестало гадить на своей планете. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи Михаил Котов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова